Мы продолжаем и прямо сейчас программа интервью с Динарой Саду. Динара, кто у вас в гостях? Спасибо, Алмазов. В гостях у меня Ерлан Саиров, политолог. Добрый вечер, Ерлан. Спасибо, что пришли к нам в студию. Зачем нужны были внеочередные выборы президента Казахстана, если его полномочия истекали только на следующий год? Инвесторы голосуют деньгами. И потенциальным инвесторам нужен был сигнал о том, что в стране все стабильно и есть национальное согласие. Деньги текут только там, где есть согласие и стабильность. И, наверное, именно поэтому за выборами в Казахстане следят с таким пристальным вниманием иностранный бизнес, и зарубежные политики. Да, не только бизнес. Буквально вчера мне предоставилась возможность дать интервью иностранным средствам массовой информации. Поэтому можно сказать, что не только к этим выборам, а вообще к общественно-политическим процессам в Республике Казахстан приковано очень пристальное внимание. Почему? Потому что Казахстан является одним из главных игроков в мире. Казахстан лидер в антиядерном движении. Казахстан является лидером по привлечению инвестиций в Центральную Азию. И сможем ли мы сохранить все эти позиции, зависит только от того, как пройдут выборы и как пройдет в целом трансформация власти. А как вы вообще считаете, как повлияли выборы на политическую культуру? Повышается. Можно сказать, что мы прошли этот путь, который проходит десятилетиями. На сегодняшний день общественное состояние можно выразить только одним словом – пробуждение. То есть общество пробуждается, граждане становятся активными. Мы за этот месяц были свидетелями того, что граждане обсуждают программы кандидатов, граждане обсуждают самих кандидатов. И они намерены взять судьбу страны в собственные руки. Это говорит о том, что на сегодняшний день в Казахстане уже появляется такой вот аспект гражданского общества. С учетом того, что политическая конкуренция все-таки возросла, впервые женщина-президент участвует, впервые максимальное количество кандидатов. И впервые также прошли теледебаты. Стоит ли ожидать того, что расширится партийное поле на парламентских выборах? В поствыборный период, главной повестке дня, скорее всего, будет политическая модернизация. В рамках политической модернизации, естественно, должны быть немножко расширены политические поля. И в том числе должен быть какой-то новый качественный состав самого парламента. Там должны быть представлены представители всей общественной мысли Республики Казахстан. И парламент Республики Казахстан должен стать тем органом, как раз где решаются все аспекты социально-экономического и духовного бытия Республики Казахстан. А можно ли сказать, что вот эти выборы закладывают в Казахстане некую политическую традицию смены власти? Естественно, естественно. Вот можно сказать очень-очень таких вот слов, как впервые. Например, впервые участвует столько у нас кандидатов, впервые участвует представитель оппозиции, впервые принимает участие женщина. Поэтому мне кажется, что как раз эти выборы закладывают фундамент эволюционного развития политической системы. То есть мы показываем всему миру, в том числе и нашим гражданам, о том, что наша система способна развиваться эволюционным мирным путем. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию. Я передаю слово моим коллегам из новостной службы. Алмаз. Спасибо, Динар. Мы продолжим.